Теперь следующий доклад по тестированию продуктов. Каждый студия, наверное, организует тестирование. Очень многие компании организуют тестирование. Нас много раз спрашивали, расскажите, как вообще у вас построено. Олег Строкат, руководитель отдела тестирования. Здравствуйте. Немного истории. Тестирование появилось у нас 7 лет назад, и сегодня у нас 5 человек. Мы активно сотрудничаем с 35 разработчиками. И 13 специалистами техподдержки. Наш фронт работы. Мы тестируем битрикс управления сайтом, битрикс24 коробочную версию, облачную версию, мобильные приложения. И также в наших руках модерация ваших решений marketplace. Наши цели. Естественно, снизить количество ошибок. Помочь выпустить качественный продукт и помочь выпустить продукт в срок. О чем расскажу? О процессе, как у нас это происходит, как мы коммуницируем. И, собственно, если попробую успеть рассказать о модерации решений marketplace. Какое должно быть качество? Мы считаем, что качество должно быть достаточным. Что такое достаточное качество? На наш взгляд, это баланс, постоянный баланс между сроком выпуска продукта и количеством ошибок. Если мы будем слишком долго тестировать, делать идеальное качество, так у нас релизы будут случаться раз в два года. А если у нас будет слишком много ошибок, нас никто не будет покупать. Поэтому мы считаем, что это баланс. Процесс. Как у нас устроено? У нас есть ручное тестирование, есть автоматизированное тестирование. Начинаем мы, как только нам собирают файлы, мы начинаем с проверки файлов. У нас есть анализатор кода, написал его Максим Смирнов. Он постоянно его дополняет. У нас очень много там различных... Анализатор ищет различные вхождения, то есть отсутствие файлов, вешен PHP, различные ошибочные вхождения, много их там. Если что-то находим, то сразу же общаемся с разработчиком. Он нам быстро их правит. Также проверяем глазками апдейтера. Ну, немножечко такой статистики. В релизе 14.5 было проверено около 15 тысяч файлов. Я специально подбил. Итак, проверка файлов. Далее. Мы накатываем все свои обновления на наш тестовый стенд. Тестовый стенд у нас большой. Большое количество различных вариаций. То есть различные версии PHP, различные базы. Три базы MySQL, MSSQL, Oracle. Кодировки UTF-8, CP-1251. И также, естественно, Битрис 24, но с ним попроще. Там MySQL и одна кодировка. Окружение. Да, Windows окружение, Linux окружение. Накатываем. Ручное тестирование. Как у нас устроено ручное тестирование? Сначала мы проверяем исправление. То есть у нас есть Montice. Там у нас список багов, что исправлено в этом обновлении. Далее мы проверяем новинки. Смотрим описание обновления. И дальше тестировщик у нас генерирует максимально разумное число прецедентов использования. То есть проверяет по наитию, по чутью тестировщика. Далее у нас идет проверка по плану тестирования. Проверяется как руками, так дальше я и скажу, проверяется роботами. По итогам тестирования по плану мы либо дополняем план тестирования, либо правим, либо что-то удаляем. И опять же для справки. У нас в релизе 14.5 было исправлено на самом деле около 1500 ошибок. Я сегодня еще раз с утра подбил. Около 1500 ошибок было у нас исправлено. План тестирования. Что это такое? На самом деле существует такой стандарт документа план тестирования. Есть даже в интернете несколько стандартов. Это такой документ. Я убрал оттуда все лишнее и просто добавил список прецедентов используемых. Часто используемых прецедентов. Они понятны всем, практически любому человеку, который на них посмотрит. И мы смотрим на эти прецеденты. Смотрим, что они работают. Дальше. Нам помогают роботы. Автотестирование. Как оно у нас устроено? Начинаем мы с юнит-тестов. Вот сегодня меня спрашивали, что это такое. Юнит-тесты по сути это тестирование API, то есть наших функций. Мы используем PHP-юнит. Я сейчас узнал, у нас на модерацию подался модуль интеграции PHP-юнит с Bittrex, но мы его отклонили, отправили на доработку. Вполне возможно, что мы выпустим свой модуль, чтобы вам было проще начать сразу же добавлять свои тесты. Пока не знаю, не буду обещать, но почему бы и нет. Выглядит это просто. У нас есть свой отдельный модуль. Есть список юнит-тестов. Выбираем нужные, запускаем. Смотрим, что сломалось. Там есть, если кликнуть, открывается такой большой лог, stack trace. И сразу же правим. Разработчики, правда, не любят, когда мы в Montice добавляем юнит-тесты. Ошибки по юнит-тестам. И правим. Далее. У нас есть автотесты интерфейсные, GUI-тесты. Двух типов. Есть быстрые автотесты, так называемые обходчик урлов и обходчик компонентов. Как работает обходчик урлов я сейчас покажу. А обходчик компонентов расскажу. Обходчик компонентов просто кидает нам компонент. Иногда, не иногда, а без параметров. И робот проверяет контент, что у нас на странице. Может, мы забыли подключение модулей и так далее. Дальше должно быть, если не ошибаюсь, видео, как работает обходчик урлов. Да. Мы засунули все в GUI-шный интерфейс. Мы можем указать урл, выбрать в данном случае браузер хром. Запускается браузер. Переходим на сайт. И дальше робот что делает? Заходит на страницу, собирает все урлы себе в коллекцию, а потом идет по каждому урлу и проверяет контент на различные ошибочные вхождения. На варнинги, фаталы, незаданные компоненты, шаблоны. Кстати, этот же робот мы используем и при модерации ваших решений в Marketplace. Вот сейчас он пошел, и я немножечко на страницу там понапихал всяких ошибок, чтобы было нагляднее. Лог. Все ошибки сразу же идут в лог. Вот ошибка базы, парс-еррор. Там дальше будет GS ошибка и так далее. Это быстрый тест. Когда мы его запускаем? По сути, как только накатили на тестовый стенд, сразу же спускается робот. Он нам не мешает, работает на отдельной виртуальной машине. Мы периодически только смотрим, входим в лог. Все ли хорошо, ничего ли не упало и так далее. Далее. У нас есть большие сценарные автотесты. Мы их написали с используемой библиотеки Selenium, его веб-драйвера. У нас разработан свой удобный фреймворк на C-Sharp. У нас есть репозитория объектов. Там также разработана система отчетов, работа с почтой, с базой. Этот же фреймворк позволяет нам отлавливать варнинги, фатал-ерроры и другие-другие различные вхождения. На сегодня у нас покрыто практически где-то 95 и даже почти 100% функционала Bitrix24. То есть, как только мы все протестируем руками, обязательно все тестируется роботом. И процентов 40 основного функционала BUS. Почему не 100? Потому что мы покрываем сначала то, что наиболее популярно. Ну, например, магазин и каталог. А остальное потом по мере свободного времени дорабатываем. Как работает? На примере Bitrix24, например, я сейчас вот здесь сделал создание сообщения. Точно так же GUI-шный интерфейс. В данном случае выбираем браузер Firefox. Он запускается. Логиниться. Нетворк. Да, логирование у нас идет и в GUI-шный интерфейс, и так же в конце идет в HTML-лог. Все это делается, в общем-то, без использования, без участия человека на отдельных виртуальных машинах. В среднем, если я не ошибаюсь, тест по Bitrix24, такой полный сценарный автотест, проходит где-то за ночь. То есть где-то часов 5-6. Без участия человека на виртуальной машине. Мы просто смотрим, с утра приходим, смотрим лог. Либо в то время, как мы что-то тестируем руками, мы периодически смотрим лог. Вот сейчас добавил сообщение, потом добавляется комментарий, все это проверяется. Открылась ли форма редактирования, добавился ли комментарий, добавилось ли сообщение. Ну, собственно, примерно так работает. Далее. Непрерывная интеграция или continuous integration. Мы решили попробовать, что это такое. Как вы знаете, непрерывная интеграция позволяет выявить и решить интеграционные проблемы на раннем этапе. Как это у нас устроено. Вечером все обновления, которые у нас сейчас находятся в тестировании, они автоматически накатываются на тестовую установку. Мы собираем дистрибутив. Дистрибутив автоматически ставится на наш тестовый стенд. Затем мы запускаем сценарные автотесты. То есть ставим дистрибутив на все три базы, смотрим, что ничего не упало. Запускаем сценарные автотесты. Проверяются в первую очередь тот функционал, обновления которого были установлены. Далее мы с утра или в обед смотрим отчеты и делаем выводы, правим автотесты, либо фиксируем ошибки. Работает, помогает. Как мы коммуницируем с разработчиками? У нас есть бизнес-процесс обновлений. Разработчик создает новое задание на проверку такого-то модуля. Приходит задание нам. Идет задание также отделу безопасности и отделу производительности. Мы тестируем. Все найденные ошибки публикуются в Montice. Опять же, выбирается критичность, нужная категория и так далее. Ошибки правятся. Мы после этого либо дополняем планы тестирования, либо корректируем их и так далее. Так мы коммуницируем с разработчиками. Естественно, мы общаемся голосом, видеозвонками, мессенджером и так далее. Коммуницируем с техподдержкой. Мы используем Montice. Получаем обращение от техподдержки. Мы проверяем, действительно ли есть ошибка, действительно ли она есть на дефолтной среде, в дефолтном тестовом стенде. Если действительно есть, то мы не дожидаемся, когда она будет, скажем, аварии, а собираем скорее обновление, вносим прецедент в план тестирования. Если это возможно, автоматизируем, выпускаем обновление. Так мы коммуницируем с техподдержкой. Как мы коммуницируем с клиентами? Мы смотрим форум, почту, социальные сети. Если что-то получаем, реагируем, даем какую-то обратную связь, что поняли. Проверяем факт наличия ошибки. Если все-таки ошибка не воспроизводится на дефолтном стенде, то отправляем в техподдержку, потому что нужны дополнительные данные. Выпускаем обновление и также заносим прецедент в план тестирования и, если возможно, автоматизируем. Модерация. Коллеги, а кто из вас здесь подавался на модерацию? Marketplace. Есть такие. Прекрасно. Marketplace у нас набирает обороты. Сейчас у нас около 1700 решений всего. Больше 1000 платных. 2000 решений загружено вообще в Marketplace, то есть, которые разрабатываются и которые продаются. Больше полумиллиона установок. 350 плюс готовых сайтов и магазинов. И около 700 разработчиков. И да, продажи решений на сегодня мы продали на 60 миллионов рублей. Мы все вместе с вами. Это всего на сегодняшний день. А за последний год я не помню там цифры, то ли не буду врать. Что? Больше половины. Да. Все часто спрашивают при регламент модерации. Все решения идут в общую очередь. И новые, и те, которые отправлены на доработку, они все идут в общую очередь. Первый вошел, первый проверяется. Часто спрашивают, когда будет проверено решение. Когда до него дойдет очередь? Простой ответ. Никакой приоритетной модерации у нас пока что нет. Все решения и платные, и бесплатные модерируются одинаково. Частые ошибки при модерации. Самая частая ошибка – это решение просто не ставится. Позже я назову там будут цифры. Я скажу, насколько это часто происходит. Далее. Самая частая ошибка, наверное, да, либо может быть даже на первом месте – это варнинге. Почему-то никто не знает, как их увидеть. Даю подсказку. В настройках главного модуля есть режим вывода ошибок. Ставите режим вывода ошибок, ошибки и предупреждения. Сразу же увидите много интересного нового. Если есть варнинг, мы отправляем на доработку. Еще очень частая ошибка – это кодировка. Коллеги, сейчас большинство сайтов в UTF-8. Рекомендую сразу же тестировать и разрабатывать сайты на кодировке с UTF-8. Наши требования к решениям. Мы их всегда прикладываем, когда отправляем ваше решение на доработку. Всегда ссылку прикладываем. Также, если не ошибаюсь, в форме отправки на модерацию есть ссылка на решение. Здесь же перечислен список частых ошибок. Пожалуйста, читайте. Это важно. У нас есть право. Если мы найдем одну ошибку хотя бы, мы имеем право дальше не модерировать. Это наше право. Не всегда мы им пользуемся, но можно. Цифры. Печальная цифра. 90 и даже 95% решений отправляется на доработку. Это факт. Печальный факт. Теряете деньги вы, теряем деньги, естественно, мы. Почему? Потому что среднее число перемодераций у нас перед публикацией – это 2. Это среднее. На самом деле их больше. 3, 4, 6 почему-то частая цифра в последнее время. А среднее время ожидания начала модерации у нас 3-4 дня. То есть вы просто будете долго ждать, терять деньги. В среднем у нас 20-30 решений в очередь на модерацию подаются каждый день. Это в среднем. Не обязательно. Бывают меньше, бывают больше. Из них новых где-то примерно 10, 15, 20. Сейчас у нас как раз на доработке около 100 решений. Специально посмотрел. Около 100 решений. И у нас есть такой лидер по количеству перемодераций – 17. 17 раз мы отправляли на доработку, и опубликовался он через 3 месяца всего. Ну, среднее время ожидания модерации, я сказал, 3-4 дня. У меня в целом все. На самом деле сам с удивлением посмотрел некоторые тесты и вообще, как оно устроено. Не знал. Вопросы Олегу. Да, здравствуйте, Алексей Новиков. У меня вот такой вопрос. А не могли бы вы поделиться вот этим инструментом проверки кода, чтобы, так сказать, облегчить вашу задачу? Кода или интерфейса? Ну, вот инструмент, который Максим разработал, вы сказали, который именно проверяет код. Это бы сняло с вас нагрузку и помогло бы нам лучше разрабатывать. Подумаем, да. Как-то для разработчиков. Давайте еще вопрос. Здравствуйте. Да-да, давайте. Я хочу спросить технические характеристики ваших серверов. Олег, Олег. Да-да. Технические характеристики ваших серверов, где развернут тестовый стенд? Наши стандартные виртуальные машины, которые доступны у нас на сайте. Это Linux. Сколько у вас? Что? Сколько виртуальных машин, чтобы развернуть весь тестовый стенд? В среднем у нас, если так говорить, то получается у нас где-то 6, около 8 у нас установок различных с различными вариациями. Наиболее часто используемые конфигурации веб-серверов. А сколько у вас тестировщиков-автоматизаторов? Автоматизаторов таких, которые… Которые пишут код, которые… Автоматизируют 3. 3 и 3 ручных тестировщика. Ну, мануальных. Ручных, все 5. То есть автоматизатор и вручную… То есть когда они не пишут, они руками тестят. А когда им надоедает, они автоматизируют. То есть тестировщик-автоматизатор, он и вручную теста прогоняет, и плюс еще код пишет. Да, у нас есть тестировщик один, который только автоматизирует, я его не нагружаю ручными тестами, а есть универсальные. Классно. Спасибо. Дмитрий, компания IDF. Вопрос такой. Вы сказали, что в УТ-8 лучше разрабатывать. Так ведь? Скажите, а почему тогда само решение надо опубликовать в кодировке ЦП-1251? Если я не ошибаюсь, при установке он конвертируется? Да. Что-что? Денис подсказывает, языковые фразы не вынесены. Почему надо разрабатывать УТ-8, а все равно грузить? Есть еще кодировка ЦП-1251. А почему по умолчанию тогда не УТ-8? Что, не надо? Мы смотрим на самом деле со своей позиции, потому что самое большое число, небольшое число, а очень много ошибок с кодировкой. Именно мы смотрим, потому что на УТ-8. И нельзя исключать, что кто-то будет ставить на УТ-8 ваше решение. Он просто увидит вашу ошибку. Ну что ж, прекрасно, вопросов больше нет. Спасибо большое, Олег. Спасибо за тесты. Спасибо. Спасибо.